Директор Жамбулского филиала Национального банка Республики Казахстан Евгений Шарыгин провел пресс-конференцию, на которой обсуждались нововведения и финансовая ситуация на валютном рынке Жамбулской области. За последние годы в части проведения денежно-кредитной политики основным событием для Национального банка стал переход в 2015 году на режим инфляционного таргетирования. Благодаря проводимой Национальным банком политики дедолларизации продолжается тренд по снижению валютных депозитов. Так, доля валютных вкладов после достижения пика в начале 2016 года снизилась до 46,9% на конец октября 2018 года. По Жамбулской области данный показатель составляет около 30%. Объем новых выданных кредитов за 10 месяцев 2018 года увеличился на 25% или на 2,2 триллиона тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе брифинга Евгений Шарыгин также рассказал о ходе реализации программы 7-20-25. Так, по состоянию на 7 декабря текущего года в рамках программы банками второго уровня одобрено 64 заявки на сумму около 550 миллионов тенге. Выдано 34 кредита на сумму 300 миллионов тенге. Помимо этого он рассказал о том, кто может стать участником этой госпрограммы. Для приобретения однокомнатной квартиры, которая стоит в пределах 3-4 миллионов тенге, платеж минимальный составляет порядка 39 тысяч тенге в месяц. Понятно, что этой суммы для человека, который зарабатывает 50 тысяч, будет недостаточно. Но в данном случае есть возможность привлечения создаемщиков, близких родственников, супруга, супругу, родителей, братьев, сестер родных, которые могут помочь в данном случае. Платежеспособность повысится и тем самым можно будет приобрести уже.